Слава Украине, принцем от Полонского. Путин и Россия в очередной раз сели со смаком, шмякнулись в лужу, причем в вонючую, в лужу терроризма. Давайте сейчас разберемся в чем тут дело. Значит смотрите, вот недавно главарь России Путин заявил, что его страна, но он неоднократно говорил о том, что талибанцы, вот эти талибанисты, талибасты, давайте их назовем талибасты, да, талибанцы, значит они являются хорошими партнерами, неплохими парнями и с ними можно иметь дело, потому что они являются силой в Афганистане. И в очередной раз повторил вот в каком-то там своем интервью, заявив, что Россия ей война, путинская и талибасты, они вместе могут бороться, значит с терроризмом, с терроризмом они борются вместе, вот, и вообще хорошие, добрые партнеры, никаких проблем, как говорится, с ними нет, они являются реально существующей властью в Афганистане и устанавливают там свои замечательные порядки. Ну, насчет порядков я уже рассказывал, последнее нововведение, а там много очень хороших таких, замечательных совершенно порядков из 14-15 века, значит это когда женщин забрасывают камнями, сжигают их живьем, когда им нельзя раскрыть лицо свое, что там у них еще, а, виселица на улицах, это все у них там в порядке вещей, ничего страшного нет, ночью там, ну, так, вот такая у них жизнь, хорошие партнеры для Путина, вот, но теперь, значит, Путин с этими, вот, да, последнее нововведение, это с женщинами запретили разговаривать, даже на улице разговаривать с другими женщинами, это просто аут, да, то есть уже положение женщины, там получается что-то среднее между, кошки можно помяукать к другой кошке, собачке можно погавкать к другой собачке, а женщине на улице, значит, рот открывать нельзя, ну, вот такая вот, замечательная страна, конечно, да, Путину очень нравится, вот, туда же идут Россия в том же направлении идет, но вот последний раз он, значит, заявил, что вот они вместе с талибами будут бороться с терроризмом, как замечательно, значит, нашли себе таких отличных, великолепных партнеров по борьбе с международным терроризмом, и тут же, значит, талибасты, значит, сделают нечто, что позволяет Путину побороться с терроризмом, значит, что происходит, есть там некий российский, российский, скажите мне, путешественник, на лисипеде он ездит по многим странам мира, его фотография у нас на телеграм-канале, ссылочка снизу, там как раз со всем описанием этой ситуации, вот, ездит на лисипедике по разным странам, из Санкт-Петербурга чувачок, такой, знаете, типа хиппи, но он россиянин, это российский этот самый лисипедист, он вот колесит Индия, Пакистан, Непал, там вот такие страны, ездит он, любитель экстрима, вот, что вы думаете, эти талибасты, друзья Путина, с которыми он вместе воюет с терроризмом, только талибасты пакистанские, но это то же самое, что и афганские, это одна и та же контора, просто, кажется, в анфас и в профиль, они похищают этого чудака, да, россиянина с российским паспортом, и заявляют, что отпустят его только после того, как им заплатят выкуп, как мило, значит, это чистой воды терроризм, то есть Путин борется с терроризмом вместе с чуваками, которые захватили российского гражданина и требуют у него бабки, то есть являются террористами, то есть Путин борется с терроризмом вместе с террористами, а в принципе, учитывая, что он творит в Украине, то, конечно, ничего удивительного нет, Путин сам является террористом, его армия бандитско-террористическая, Украина творит акты невиданного терроризма, поэтому бороться как раз с терроризмом при помощи террористов, для него как бы вещь абсолютно естественная, и никакого противоречия в данной ситуации я не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok